Прорыв случился именно здесь. То есть вот дамба, которая разрушена. Вот так вот плывем по Байдарской долине. Друзья, всем привет! Это канал Севастопол Лайф. Не мог не остаться в стороне от проблем Крыма с водой и от того изобилия воды, которая брушилась на нас в эти дни. Конечно же я сочувствую в первую очередь Керчи, ее жителям. Им досталось больше всего, но кое-что досталось и Севастополю. Сегодня я проехался по нескольким знаковым местам в Севастополе и собрал несколько видео. В частности, смотрите в этом видео прорыв дамбы на тороповой даче, места, где были переливы воды и в каком состоянии сегодня Черная речка, главная артерия города Севастополя. И также немножко кадров Чернореченского водохранилища. Как говорится, Крым с водой. Обязательно подпишитесь на канал. Ну а сейчас наслаждайтесь видео. Друзья, мы на озере Торопова дача. Оно сегодня переполнилось. Поступило сообщение о том, что его прорвало, прорвало дамбу. Но, как мы видим, дамба целая там в стороне. Вон она. А прорвало как раз нижнее озеро. Говорят, что вода дошла вот до этих даже ларьков. Так, ну мы видим, прибыл сюда губернатор Севастополя. Все-таки давайте прогуляемся. Ой, сейчас в грязельке все будем. Слушайте, эту речку такой я не видел уже лет 15-20. Это сток с озера идет. Да. Офигеть. Светик, а дамба подтапливается. Я тебе отправил три фотки. Одну с губернатором. Да, ну, да. Да, вот, прибыл. Я его тут встретил. Случайно. Я тебе сейчас расскажу по телефону сейчас. Ну. Давай, сейчас мы ходим. Ну, как разъяснил сейчас, разъяснили губернатору. Я тоже повторяю это, что опасности прорыва пока нет. Потому что нам нужно быть готовым ко всему уровень озера на тороповой даче постепенно падает. Ну, вот такие вот. Здесь был перелив и размыло. И здесь вот перелив был. Сейчас уровень. Уровень потепенно падает, да? Сейчас уже. Ну, то есть озеро постепенно, естественно, по естественному стоку своему уходит. А дамбу размыло как раз-таки на нижнем ставке. Сейчас туда отправимся. Так, ну, мы на нижнем озере тороповой даче. Прорыв случился именно здесь. То есть вот дамба, которая разрушена. Сейчас эта вода идет в озеро Гаспорта. Ну, а верхнее озеро я вам сейчас показал. Оно переполнено. Мы продолжаем путешествие. Сейчас мы в Байдарской долине. Едем от тылового к селу Орлиное. Сейчас будем искать реки, которые текут над мостами, а не под мостами. Ну, вот Байдарская долина. Ну, вот первая река. Прибрезная защитная полоса. Забыл название. Ну, вот так вот. Мы плывем. То есть реки Байдарской долины вышли из берегов. Поплыли. Сейчас еще одна река будет. Ага. Ну, Байдарская долина, конечно, сжет. Ну, а здесь мост. То есть река должна течь под мостом, а она течет над мостом. Ах. Так. Мы сейчас на дамбе туристического пруда в селе Кизеловое. Как видим, здесь тоже все переполнено. Ну, как объяснили, опасности прорыва здесь нету. Вода постепенно падает. Уже сантиметров на сколько? На 30, ребят, упало. Сантиметров на 30 уже упало. Так, дождь идет, вытираем. То есть если не будет циклона, то дамба выдержит. Мы едем к Черной речке, посмотреть в каком состоянии. Вот так вот плывем по Байдарской долине. Все реки здесь вышли из берегов. Мы смотрим на главную артерию города Севастополя. Река Черная. Такой вы ее еще не видели никогда, я думаю. Вот это вот дал Господь нам водички. Да, ребята, наслаждайтесь. Севастополь будет с водой. Еще несколько кадров. Черная речка. Главная артерия города Севастополя. Еще несколько кадров Чернореченского водохранилища. Давайте посмотрим ближе. Вот кольца видны. Почти заполнен. Почти под водой. Ну и еще под конец. Обязательно подпишитесь на канал. Обязательно комментируйте видео. Обязательно ставьте лайки. Ну и как говорится радуйтесь вместе с нами. Потому что Крым с водой. Хоть и так тяжело, но с водой. Субтитры сделал DimaTorzok